добрый день дорогие друзья добрый добрый день для всех я людмила ницер искусствовед и гид в городе мюнхене баварии приветствую вас проверка связи я надеюсь что вам всем хорошо видно и слышно помашите ручкой пожалуйста если это так я людмила ницер веду свой эфир из города мюнхена мне выпала честь начинать шестой сезон клуба арс лонга мои искренние поздравления для всех участников и подписчиков добро пожаловать добрый день мы начинаем спасибо за то что вы откликнулись раз хорошо видно и слышно мы продолжаем тема нашего марафона мифы и легенды приколы и чистая правда в истории истории искусства у нас все идет по знакомому плану есть расписание фантастически интересные темы я собираюсь слушать все настолько это интересно у нас есть замечательные спикеры слушаем прямые эфиры на арс лонга club потом эфиры переносятся на резервный аккаунт арс лонга club 6 и если вы подписались уже на всех спикеров марафона и уже пришли в наш резервный аккаунт вы можете наслаждаться эфирами от профессионалов своего дела сколько душе угодно а какие у нас подарки для активных подписчиков вы уже видели это для тех кто делает репосты наших эфиров и комментирует тема 6 марафона вызвала настоящий взрыв откликов и комментариев спасибо вам дорогие друзья было невероятно приятно вас читать рады что вы вернулись без вас было скучно так что мы действительно все организаторы участники подписчики мы все члены клуба арс лонга верим что искусство вечно и мы все обожаем историю я знаю это точно поздравляю вас началом нашего марафона и я уверена что у нас всех в детстве была любимая книжка легенды и мифы древней греции с прекрасными полувнаженными героями и с чудовищами одно из этих чудовищ наш клубный аватар наша любимая горгона медуза вы помните она вовсе не была чудовищем ужасный ее сделал миф написанный теми кто ее победил вы знаете я специально заглянула в свой старый университетский учебник по истории эстетики и вот что такое скучное я там нашла на ранних этапах развития цивилизации когда человечество еще не умело записывать свои знания не существовало другого способа передачи опыта от поколения к поколению кроме как из уст в уста форме рассказа естественно что в каждом следующем поколении знание дополнялось новыми сказочными иногда просто фантастическими деталями так происходило мифологизация знания а вот теперь вопрос вы верите учебнику вы верите что мир человека его сознание были полны мифов только на раннем этапе развития общества а потом видите ли свершилась первая информационная революция мы с вами научились писать в 15 веке вторая революция мы научились печатать а за последние сто лет мы вообще дошли до пятой информационной революции так зачем нам эти древности современный человек читает мифы и легенды только в дошкольном возрасте вы в это верите дорогие мои я обожаю историю моя профессия рассказывать историю и вот теперь представьте что я людмила ницер гид в мюнхене и баварии должна вам рассказать совершенно правдивую историю правдивая история то есть в духе исторической науки она не допускает страстей она слухо перечисляет даты и события анализируют скучно без живописных подробностей вы знаете я расскажу так два-три раза а после этого от даты фактов сама с ума сойду но вот я начинаю пересказывать мои любимые истории с интересом с душой собственным отношением вы знаете что происходит я создаю и записываю свой миф я работаю гомером я работаю вальтером фон де фогель вайде и в едином лице представляю сразу двух братьев грим знаете такая почти слепая средневековая бабушка которую перевозят из замка в замок усаживают в светлицы пока девушки придут а то и парни захаживают ее сказки слушать я точно знаю сказок не бывает первую главу нашего марафона я сплела из мифов и легенд о династии лёхтенбергов они самым причудливым образом объединили исторические судьбы франции италии баварии и россии и все мои вопросы сегодня будут звучать одинаково вы вообще в это верите начнем как положено начнем с настоящего мифа севиллы с ее сбывшихся предсказаний представляю французская севилла девица мари ле норман она была обладательница совершенно феноменального дара ясновидения ее дневники после смерти хранились в государственном архиве франции с грифом совершенно секретно наша история начинается в 1795 году место действия париж франции черноволосая хромолнушка в то время делала просто фантастические предсказания обещая юным военным генеральские и маршальские эпулеты дамам высокое положение в обществе так вот в салон к мари ле норман в порхнули щебеча две дамы две подружки первая она тут же предсказала страстную любовь и княжеский титул и повернулась к второй в ваших руках сударыня скоро будет судьба всей страны вас полюбит человек который сделает вас императрицей но брак не принесет вам счастье все закончится разводом после которого вы в скорости умрете вот она эта дама викантесса жозефина де багарне вдова революционного генерала погибшего на гильотине все предсказанное сбылось исторический узел завязался сразу после предсказания французской севиллы а ведь историки утверждают пути жозефины и наполеона пересекались не раз до посещения марили норман найдены несколько моментов когда они совершенно точно находились в на одних и тех же приемах то есть они были точно совершенно представлены друг другу так вот эта оборожительная дама прекрасная креолка с мартинике чуть за 30 всегда с персидской шалью в руках умела на любой кушетке придать своему телу позу полную неги как же красиво она умела драпировать эти персидские шали какая царственная у нее была осанка настоящая звезда и вот этот молодой офицер мечтавший покорить мир он с корсики то есть безнадежная деревенщина с точки зрения каждого парижанина вот каким он был тогда встречи были но он их не запомнил наполеон сам назвал дату когда вспыхнула любовь это случилось сразу после приказа о разоружении парижан о сдаче оружия эжен де бугарне сын виконта 14 лет отроду попросил аудиенции у коменданта парижа генерала бонапарта чтобы лично вручить ему саблю своего отца который он носил и прославил честной службой растроганный генерал вернул юноше славную саблю и на следующий день к нему на аудиенцию пришла жозефина чтобы поблагодарить 15 октября 1795 года день когда к наполеону пришла любовная горячка это была не любовь это была болезнь не прошло и полугода как уже был заключен брак жозефина наполеона в парижской мэрии и чиновник охотно записал что жениху 29 лет на самом деле ему было 26 они вести 29 тоже ей было в реальности 32 да влюбленный жених был младше невесты на 6 лет уступал ей в социальном положении он женился на даме с титулом на госпожей виконтессе а жозефина приобрела статус добродетельной женщины жены революционного генерала сохранился уникальный документ брачный договор подписаны накануне регистрации брака там стоит между будущими супругами не будет никакой общности имущества супруги не будут ответственны за гипотетические долги друг друга один из нотариусов роди го прочитав что у супруга нет никакой недвижимости а также движимости кроме гардероба и военного снаряжения воспользовался тем что наполеон кротко кратенько вышел и начал буквально умолять госпожу багарны да не выходите же вы за него не делайте этого у него нет ничего кроме армейского плаща и шпаги эти слова уже услышал наполеон он никогда ничего не забывал он позаботился чтобы нотариус ради го пригласили на коронацию в собор парижской богоматери и проходя в горностаях мимо склонившегося в приветстве нотариуса злорадно произнес это действительно было это не исторический анекдот не прикол видите у меня действительно есть только плащ и шпага предсказание мари ленорман сделанное самому наполеону в том же 1795 году голосила женщина которую ты встретишь будет твоим талисманом потеряешь ее потеряешь все их развод состоялся в 1809 году ему был нужен наследник оставленная мужем императрица сохранила за собой все титулы и привилегии включая годовое содержание конный выезд герб гербы на дверцах карет то есть позже юристы сказали что это грубейшее нарушение закона и формально они были совершенно правы в его жизни после этого будет еще и сватовство к сестре александра первого екатерине павловне отказ женитьба на марилу язи габсбургской рождение наследника и катастрофа военного похода в россию но из всех походов он сначала будет спешить к хозяйке мальмезона она однажды будет проситься к нему на эльбу и ей не разрешат предсказание французской севиллы сбылось однажды в 1814 году она устроила большой прием в честь императора александра первого кстати ему тоже гадала французской севилла феноменальная вышла из этого история жоза и финна и александр вышли в прохладу вечернего сада гуляли среди ароматов роз а потом у нее случилось воспаление легких и она тихо угасла от сильной простуды и тоски и тревоги за императора ее провожали в последний путь дети гортензия королева голландии мать будущего наполеона третьего и эжен которого с этого момента мы будем называть евгений именно во время похорон жозефины состоялась встреча евгения с царем александром первым мы не должны забывать разговор идет о недавних противниках участниках великой войны в россии ее называли не иначе как великой отечественной евгений командовал четвертым корпусом французской армии воевал под витебском и смоленском на бородинском поле и под малоярославцем он воевал против россии встреча былых противников над гробом жозефины привела к настоящей дружбе и во время венского конгресса эта дружба спасла и самого евгения и всю его семью и так я представляю вам юного евгения дебогарне будущего князя айштеттского и первого герцога лёхтенбергского кто же он первый лёхтенберг карьера евгения дебогарне самая легендарная из всех которыми было так богато наполеоновское время когда отец погиб на гильотине а мать сидела в тюрьме в одночасье осиротевший подросток поступил учеником вы не поверите в столярную мастерскую потом был переворот мать вышла из тюрьмы заблистала в свете и случилась та самая легендарная история со шпагой отца евгений принес ее наполеону тут же получил обратно тут же жозефина благодарит начинается великий роман началась карьера евгения багарне мальчишка вырос отчаянно храбрым о нем наполеон однажды написал жене твой сын идет быстрыми шагами на пути к бессмертию из него выйдет один из самых замечательных полководцев европы вы сейчас можете сказать да конечно карьера то получилось только благодаря наполеону мне придется возразить не только наполеон ни разу не отправлял его отсиживаться в теплом штабе он отправлял его на передовую а уж там мальчишка сам лес самое пекло сразу после свадьбы генерала бонапарта жозефины багарне евгений был назначен адъютантом генерала франции гоши служил под началом генералом осцены был адъютантом своего отчима был ранен выполнял дипломатические поручения участвовал в походе на египет брал мальту при штурме крепости захватил знамя брал яфу акру ему не было 20 а в 23 года евгений уже бригадный генерал конных егерей императорской гвардии и в 24 принц империи и кавалер ордена почетного легиона вице король италии то есть титул короля италии тогда носил наполеон а евгений управлял твердой рукой от его имени страной и как управлял ввел в действие гражданский кодекс реорганизовал армию строил укрепление школы и сумел заслужить любовь своего народа не поверите милан и венеция два прекрасных и любимых мною города и два разных гида мои прекрасные коллеги которые почти с одинаковым выражением лица с улыбкой рассказывают о боже какие баллы и давал у нас блистательный евгений бугорне это говорилось так словно это случилось вчера а вот теперь посмотрите-ка на эту чашечку в моем рассказе наступило время для настоящей сказки вам нравится эта кофейная чашка немфенбургского фарфора с ней связан настоящий исторический анекдот то есть забавнейший прикол ну историческая байка такая в самом начале 1806 года к вице королю италии губернатору венеции евгению багарне явился курьер наполеона привез вот эту чашечку с короткой записью мой мальчик приезжай скорей ты женишься на девушке которая гораздо красивее чем портрет на этой чашечке то что прозвучало для вас как исторический анекдот было приказом наполеона против воли всех и каждого наполеон повелел евгению жениться на старшей дочери баварского великого князя августе амалии если бы баварский курфюрст макс йозеф отказал королем баварии сделался бы кто-то из династии наполеона или его приближенные отец умолял свою дочь не противиться судьбе августа амалия со слезами писала отцу что жертвует собой ради интересов своей семьи и своей страны вы услышали да жертвует собой вот так в зеленой галерее королевской резиденции города мюнхена проходила когда-то свадьба вы знаете может быть вас потом будет возможность раздвинуть немножко этот кадр да то есть это вот удивительная совершенно картинка времени через два дня после этой свадьбы наполеон усыновил евгения и тот стал официально наполеон если вы всмотритесь в эти лица и позы вы увидите торжествующего наполеона в центре у него получилось женить пасынка на девочки из древнейшего рода европы растерянные родители августа амалии на лицах которых ясно читается господи что делаем кому в лапы дитя отдаем и эти двое которые стоят справа красивые счастливые рука в руке они уже не видят никого вокруг искренне влюблены друг в друга и наполеон довольны тем что складывается ситуация вот таким замечательным образом начинает бросать шубы с императорского плеча он буквально засыпает подарками баварию у баварских историков кстати появилось специальное выражение для перемен которые произошли в те годы приданые евгения бога арне бавария взмахом пера наполеона стала королевством количество коронных земель баварии увеличились тогда в три раза баварской короне отошли великие императорские города имперский город регенсбург нюрнберг и ауксбург и после секуляризации то есть упразднение право церкви на имущество территории церковных княжеств бамберг вюртсбург и ашафенбург дорогие друзья но агрессор конечно наполеон но совсем агрессор только в баварии ему иногда свечку ставят вы теперь поняли ну что же а мне хочется показать вам еще один прекрасный портрет вот этот вы помните девушка плакала перед свадьбой у нее был жених баденский принц карл наполеон бесцеремонно в одну секунду расторг помолвку и тут случилось настоящее сказочное чудо перед августой амалии появился евгений и были забыты все слезы и страхи имя евгений в переводе с греческого значит благородный а его девиз честь и верность и это феноменальный случай когда в нашем герое благородство внешнее и внутреннее сошлись в идеальном равновесии брак евгения и августа и амалии был единственный счастливый который был спланирован наполеону и благословенный детьми евгений единственный бригадный генерал великой армии выживший в походе 1812 года и любимый но кажется просто всеми людовик 18 во время первой реставрации бурбонов пожаловал его титулом пера франции александр первый желал его видеть новым правителем франции но евгений ответил что принял бы корону только из рук наполеона от переезда в россию он тоже отказался его с именем наполеон однажды как-то стало сложно представлять жизнь ему хотелось что-то делать он сожалел что он не мог отправиться на остров святой елены в изгнании вместе с отчимом у него была большая семья не надо было заботиться он слал письма книги деньги на остров а вот теперь посмотрите на эту прекрасную даму это август амалия фон виттельсбах вы знаете в этом мире оставалось одно единственное место которое евгений любил и где его любили просто потому что он был ненаглядным мужем любимой дочери и отцом обожаемых внуков это была бавария родина вот этой красавицы его супруги августа амалия фон виттельсбах за отказ от своих итальянских владений евгений получил 5 миллионов франков привез их в мюнхен и перевез сюда свою семью и у них появился еще один малыш по имени максимиллиан от тестя баварского короля макса первого йозефа евгений получил утешительные титулы князь айштетский и герцог лёхтенбергский вы знаете что такое утешительный титул это как утешительный пластырь это когда малыш упал а мама достала из сумочки пластырь в нем честно говоря нет никакой нужды но мама приклеит подует и все уже прошло вот и с этими титулами то же самое герцоги лёхтенбергские это было забытое к началу девятнадцатого века титулование властелинов одной из баварских областей оберт фальца возвысились они во времена фридриха барбароссы а к середине семнадцатого века тихо вымерли титул просто ждал своего часа чтобы войти в историю айштет это великое княжество церковное управлялась она католическими архиепископами а после секуляризации стала собственностью баварии вы знаете наконец две тысячи двадцатого года в городе айштете проживало 13 тысяч жителей площадь с фонтаном красивый дворец могучий собор старый замок посмотрите видео в вечных сторис на моей страничке мило чудесно но не для вице-короля италии который еще недавно задавал блестящие баллы в милане и венеции и танцевал на венском конгрессе княжество с его землями должно было обеспечить евгения августа амалию доходами да и он хотел творить добро своему маленькому княжеству как говорила супруга очень хотел сделать этот маленький уголок мира сколь возможно счастливым евгений быстро понял что леса под айштетом предназначены для охоты он реформировал деятельность охотничьего лесного хозяйства увеличил лесные территории как хороший добрый повелитель поддерживал бедных участвовал своими инвестициями строительстве театрального общества народ его полюбил воспоминания князя там до сегодняшнего дня устраивают историческую реконструкцию охота на кабана вы вообще слышите что я вам рассказываю он был выцик лица королем италии его имя это имя одного из блестящих полководцев эпохи на триумфальной арке на елисийских полях а я про городок в котором в двадцать первом веке живет 13 тысяч населения про охоту на кабанов и реформу лесного хозяйства в княжестве которого не видно на карте он умер 43 обожаемый оплаканный всей семьей легендарный рыцарь боярд девятнадцатого века безупречный во всем евгений бугорны вслушайтесь его слова только те бессмертны кто знает как жить и умереть верным своим обетом долгу благодарности и чести перед смертью он попросил своего младшенького семилетнего сына макса прошу тебя мой мальчик однажды отправиться в россию поклониться святому сави он являлся мне просил спасти свой монастырь и обещал возвращение к семье я прожил счастливую жизнь поблагодарить святого саву ты родился с его благословением дорогие друзья моем рассказе пришло время для самой настоящей святой легенды 20 тысяч человек было евгения бугорной под началом когда он стоял под звенигородом они ночевали в сави на старожевском монастыре грабежи разбой и во время отдыха евгению в монастырской келье явился старец сказал евгений не дай монастыря разграбить не жги иначе никогда не увидишь ни жены не детей эти слова были сказаны мужу и отцу который на груди всегда хранил вот этот портрет своих детей наутре евгений пришел в храм и узнал на иконе старца это был первый игумен монастыря его основатель святой сава ученик сергия радонежского евгений остановил грабеж святой сава выполнил обещание евгений был единственным бригадным генералом наполеоновской армии который вернулся из похода 1812 года и у него родился макс самый последний ребенок в семье с благословением святого савы он вырос и однажды пришло время выполнить завет отца приехать в россию представляю вам максимилиан князь айхштеттский третий герцог лёхтенбергский в 1837 году ровно к 25-летию бородинского сражения весь цвет европы был приглашен в россию для участия в кавалерийских маневрах под вознесенском двадцатилетний третий герцог максимилиан лёхтенбергский принимал участие от баварии красавец герцог тогда всех удивил он католик и он сообщил что главная цель его приезда в россию посещение савина сторожевского монастыря в звенигороде и поведал о видении которое было его отцу в 1812 году ну и пришла пора представить вам вот эту прекрасную даму великая княжна мария николаевна романова максимилиан и мария познакомились как раз во время этих маневров она тоже была в савина сторожевском монастыре с поклоном к святому сави мария росла изящной копии своего отца такая фарфоровая статуэтка с профилем античной богини и непреклонным характером точно таким же как у отца российского самодержица николая первого за пару лет до этих маневров они вместе с матушкой александрой путешествовали вместе по европе навещали многочисленных родственников вы думаете что это матушка повезла ее на смотри на это матушка только так думала потому что это мария смотрела как в европе живут видимо ей не очень понравилось и в день своего 16-летия она попросила николая батюшка хочу от вас в подарок одно единственное честное слово что вы не отправите меня замуж в какое-нибудь захудалое княжество я в россии хочу остаться отец дал слово и получил проблему где же найти ровню императорской дочери но чтобы не наследный принц наследный не захочет в россию приехать надо чтобы он согласился переехать и долго долго обсуждались все возможные кандидатуры в конце тридцать седьмого года 1837 года случился пожар зимнего дворца вы знаете это такая известная история то есть там не совсем тщательно выполнили ремонтные работы и поэтому там случилось загорание николай первый сам активно участие принимал в тушение этого пожара то есть выбивал стекла подсаживал людей чтобы они могли выпрыгнуть из этих окон да то есть на самом деле даже есть описание того как он сам спасал галерею героев 1812 года то есть выносил вот эти замечательные портреты которыми так гордится зимний дворец сегодняшнего дня мои дорогие все это было только после этого императрице было рекомендовано отправиться на лечение отправился она не куда-нибудь а в баварский бат кроит я прошу вас загляните пожалуйста ко мне на страничку на самом деле я была в бат кроите вот буквально ну буквально несколько дней назад и сделала оттуда кратчайший эфир уж больно там было мило очень уж больно там было романтично знаете такая совершенно деревенская обстановка когда государе жили но в таком баварском домике я совершенно точно знаю что ходили по этим тропинкам к водопадам пили козье молоко вы знаете самое главное это было время для сговора то есть это тогда когда обсуждалось как же придет эта свадьба какой она будет на каких условиях можно будет поженить этих детей николай первый настойчиво говорил если ваш ребенок хочет быть французом браку не бывать дети русскими вырастут и внуки вырастут православными я все делаю ради этих двух молодых людей поэтому после этого сговора максимили он отправился к своей невесте уже в статусе жениха 13 дней в карете из из манинга на севере мюнхена до царского села эти поездки мюнхен петербург и обратно станут тогда частыми для всех членов обеих царственных семей в петербургском обществе отношение к этому браку было сначала крайне скептическим это будет первая свадьба в императорском семействе когда ангелы красоты и добродетели любимую дочь императора хотят выдать за сына частного лица отпрыска не слишком знатного рода и вдруг все стихло и никто больше не обсуждал в обществе происхождение царского зятя что же тогда произошло наступило время для самого фантастического мифа в нашей сегодняшней истории посмотрите пожалуйста вот на этот ковер прямо с выставки наполеон в лавилет вот в самом конце августа этого года значит дорогие друзья вы знаете прекрасно геральдический знак бурбонов лилия лилия ушла вместе с бурбонами а на коронационной манси наполеона как уже за финной и посмотрите пожалуйста на вот этом великолепном ковре появился новый геральдический знак пчела то есть ваше полное право комментировать пчелу как символ трудолюбия и упорство мы же с вами все трудимся как пчелки мы привыкли так говорить вот только я однажды наткнулась на фразу сказанную наполеоном о жозефине она носила королевскую кровь и эта фраза не шла у меня из головы и еще вы действительно готовы поверить что александр первый прочил евгения бугарне на престол франции из чистой дружбы к недавнему противнику так вот были были и у александра первого и у николая первого весомые аргументы по поводу происхождения рода бугарне эти аргументы предоставил наполеон они были известны тогдашнему европейскому обществу корсиканец 1804 году шагнул от статуса первого консула французской республики в ранг императора перед коронацией лихорадочно искали следы династии бонапартов но хоть в каком-нибудь историческом документе ученый аббат лишён изучил множество старинных книг и вдруг о чудо да нет бонапартов таки не нашли но зато нашли связь между родом бугарне да мировиан и первой династией франции в мировингами на знаменах древних христианских королей было именно пчела наполеон женился на жозефине усыновил ее детей гортензии евгения потомков древнейшего рода и со спокойной совести присвоил геральдическую пчелу мировингов вы знаете абсолютно фантастическую часть этого мифа вы прочитаете у дэна брауна вспомните пожалуйста код да винчи а я здесь лучше остановлюсь и чтобы спуститься за облачных мифологических вершин на твердую землю позвольте рассказать вам историческую байку наполеон был свергнут ушел из жизни пчелы остались сын гортензии багарне помните это сестренка евгения да наполеон третий женился на испанская графини евгений демон тихо и будущий глава парфюмерного дома герлен создал для прекрасной императрицы духи империал и впервые в истории парфюмерии изящный цитрусовый аромат был заключен в изящный флакон украшенный золотыми пчелами исторический прикол и чистая правда когда вы будете покупать духи от герлен вспомните сколько сотен лет этим пчелам ну а мы снова возвращаемся к прекрасным образом в связи со свадьбой герцог люфтенбергский стал российским подданным с титулом императорского высочества генерал-майором русской службы шефом гузарского полка командовал второй гвардейской кавалерийской дивизии медовый месяц они провели на баварской ривьере в линдау на боденском озере было счастье дети друг за другом как горошины стручка они въехали в мариинский дворец мои дорогие мариинский дворец города санкт-петербурга был построен для этой семьи николай 1 представлял его не иначе как сыном своим и доверял ему множество дел в империи максим был главой корпуса горных инженеров империи создателем устава корпуса горных инженеров с одним из создателей гальванопластики он был разработчиком гравирования с помощью гальванопластики и он строил первые паровозы в россии я вас насмешу вы знаете как они назывались первый максимиллиан а второй лёхтенберг а потом случилась катастрофа в одночасье все кончилось это была роковая ошибка красавец герцог позволил себе краткий роман для него это было ничего не значившее увлечение но гордая княжна не смогла простить измену она решила отомстить но такие цельные натуры как мария не умеют любить наполовину она разорвала отношения с супругом стыла осень 1845 года на урале на берегу реки беседуют и оглядывают заводские постройки хорошо одетые господа рабочие смотрят с уважением из пенк из инспекция приехала из санкт-петербурга все военные а вот этот которому все остальные с особым уважением вчера не постеснялся снял мундир изволил своими руками ковать часть ружья с реки раздается крик о помощи и в ту же секунду член императорского дома романовых герцог максимилиан лёхтенбергский зять императора николая первого и шеф корпуса горных инженеров российской империи бросается на помощь чтобы спасти в этом поступке все лёхтенберге бесстрашные до безрассудства готовы прийти на помощь не размышляя умевший плавать как дельфин он спас человека он заболел он умер от чахотки в 35 лет в завещании максима евгеньевич была только одна строчка моё сердце прошу отвезти в мюнхен сердце в специальном сосуде действительно отвезли в мюнхен захоронили в алтарной стене часовни во дворце лёхтенбергов в мюнхене после второй мировой войны на руинах дворцов часто появлялись искатели сокровищ однажды они нашли семь совершенно одинаковых сосудов на руинах лёхтенбергского дворца они надеялись найти там драгоценности им пришлось разочароваться там были сердца лёхтенбергов сегодня они находятся в склепе церкви святого архангела михаила ну а у меня осталось еще одна картинка для вас вы узнаете эту девушку ее имя анастасия она дочь николая 2 то что царская семья была расстреляна в екатеринбурге в июле 1918 года в мире известно не было об их судьбе о месте пребывания ходило множество слухов самая известная оказалась история чудесного спасения великой княжны анастасии они написана книга вышел даже полнометражный мультфильм который называется анастасия так вот в основе сюжета была история анны андерсон которая объявила себя великой княжной спасшийся от расстрела феврале 1920 года полицейский в берлине спас молодую женщину которая пыталась покончить с собой прыгнув с моста она объяснялась очень путано оказывается в столице германии она искала своих царственных родственников но все ее отвергли и она решила покончить с собой потом были многочисленные клиники попытки помочь вернуть ей память и в 1922 году она открыто объявила себя анастасии романовой одни были убеждены что она самозванка другие настаивали это анастасия среди тех кто должен был дать заключение действительно ли это была царевна были люфтенберги уцелевшие после первой мировой войны и революции они нашли приют в зионе удивительной красоты озерный край в баварии в старом монастыре мои дорогие у меня есть пост на эту тему картинки там посмотрите вы все поймете так вот еще и вечную stories на моей страничке есть видео снятое в зионе и в том числе фотография надгробия анны андерсен вот имейте ввиду пожалуйста история 20 века насчитала в итоге 34 чудесно спасшихся анастасии 28 ольг 33 татьяны 50 три марии и 80 алексеев среди всех этих детей лейтенанта шмидта анна манахан единственная которая упокоилась рядом с потомками князей романовских герцогов люфтенбергский современная генетическая экспертиза подтвердила она не имела отношения к роду романовых судебный процесс длился несколько десятилетий в прошлом веке назывался анна андерсон против романовых на кону стояли заграничные сокровища царской семьи оцененные в десятки миллионов долларов анна претендовала стать их единственной наследницей это была большая игра за очень большие деньги но теперь представьте себе что у нас с вами 1927 год на дворе и у герцога георгия люфтенбергского князя романовского не было никакой генетической экспертизы у него было доброе сердце готовая броситься на помощь слушайтесь его слова эти слова записаны если она есть великая княжна будет преступлением не помочь ей а если она не является великой княжной то я не совершу преступления предоставив крышу над головой бедной больной подвергшийся преследованию женщине и ему вторит супруга княгиня ольга если она обманывает ей пред господом отвечать если я не помогу мне вы знаете сегодняшний рассказ это редчайший опыт моей биографии вы знаете я никогда не бывала сказочницей то есть поэтому мне придется идти к завершению рассказа по законам жанра сказка ложь давний намек добрым молодцам урок я поделюсь с вами размышлениями по поводу одного из самых сильных впечатлений ушедшего лета в париже мы побывали на выставке в лаве лет двусотлетие со дня смерти наполеона я сразу подчеркиваю я девочка из советского союза из советской школы и университет я понимаю подвиг багратиона кутузова сознаю что штрихи карандаша александра первого на карте европы никто не смел стереть до второй половины девятнадцатого века поэтому слов восхищения великим полководцем наполеоном вы от меня не услышите да и сам он однажды подвел итог своей полководческой жизни следующим образом моя истинная слава не в сорока сражениях выигранных мною вытерлоу все зачеркнула но не будет и не может быть забыт гражданский кодекс до новое время в законодательстве сама республиканская будущность франции начинала с него не будет забыт египетский поход наполеона совершенно сорван и ничтожность военной точки зрения но культурный десант в духе александра македонского когда в военном походе оказалась половина академии наук франции вывел знания на новый уровень розетский камень который они тогда привезли позволил шамполеону найти ключ к прочтению иероглихов и к истории древнего египта еще наполеоновский ампир самый строгий элегантный романтизированный классицизм римского образца в истории а учреждению ордена почетного легиона создание знаменитых университетов вы знаете хитросплетение этой жизни эффект не любого романа он самая противоречивая фигура французской истории знаете со мной такого давно не было вот я бродила по выставке я говорила светлане снова и снова я вернусь я возвращусь я кружу я стояла на его ковре золотыми пчелами вспоминала про гражданский кодекс и университеты я поняла французы взвесили все демографические имиджевые потери страны оценили мощь проведенного тогда рывка в новое время наполеон был типичным цивилизационным прогрессором жестким авторитарным помните дону ромату трудно быть богом он рванул францию вперед всем остальным пришлось подтягиваться французы молодцы они все взвесили они не смотрят в прошлое бесконечно обсуждая негатив мне хорошо знакомый опыт россии где вечно ругают свою историю я живу в германии где зачеркнули всю историю кроме нацистской за которую бесконечно просят прощения нельзя забывать страшное злое негативное но необходимо найти положительные примеры для воспитания детей найти идеалы найти идеи это неправильно когда дети не гордятся своей страной на дегативе нельзя воспитывать молодежь если точнее на негативе воспитывают ущербную молодежь выставка в лавилет была совершенно удивительным равновесием 50 на 50 победы поражение и миф у наполеона было шесть лет на острове чтобы написать мемуары чтобы создать миф о себе миф который работает все проходит это истина но остается очарование мифа который воспитывает патриотов мои любимые прекрасные лютенберги не верили в смерть потому что за плечами у них были крылья мифы великой династии пусть будет так всегда не лишайте детей сказок на сказках дети учатся летать дорогие друзья напоминаю еще раз наши эфиры мы сохраняем но уже через несколько часов они переносятся на резервный аккаунт арсланга 6 подписываемся слушаем комментируем внимание комментировать под эфиром не стоит это бессмысленно комментарии исчезнут при переносе этого эфира поэтому если вам захочется сказать несколько добрых слов я буду очень рада если вы это скажете то пожалуйста сделайте это либо под постом приглашения на арсланга либо тогда когда эфир появится на резервном аккаунте арсланга 6 или на моем личном аккаунте ницер людмила очень многое из того что я сегодня рассказывала с картинками стоит в постах вечных stories в эфире из кройта заходите смотрите читайте ставьте сердечки пишите комментарии прежде чем я попрощаюсь с вами хочу поблагодарить за ваши очень приятные отклики к первому посту 6 сезона я просила выбрать из 12 утверждений 2 по вашему мнению фальшивых мне никто не поверил что я могу не любить пиво и баварскую кухню мне никто не поверил что я действительно отвечаю в переписки 700 километров переездов слишком много для одного экскурсионного дня надо лететь на вертолете это же просто логично если мне отвечают да я лечу мне поверили и написали правильные ответы иринка . борисов бутик-эдем-минск напишите мне пожалуйста в директ ваши адреса и чудесные открыточки прилетят к вам из баварии всем же вам я желаю сейчас интереснейших открытий на нашем марафоне и мой завершающий вопрос вы вообще поверили во все эти сказки которые я вам сегодня рассказывала мне пришлось просто переформатировать самая себя я почему-то думаю что иногда это бывает полезно спасибо вам спасибо за такие прекрасные отклики я вам очень признательна мне очень приятно это читать и видеть очень приятно спасибо поверили поверили ну что остается делать бывают чудеса но бывают чудеса в жизни спасибо 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 на добром слове я прощаюсь с вами спасибо поверили чудесно все пишутся улыбкой что поверили как мне приятно спасибо